Всем привет, с вами Ванделей, и в этом видео мы поговорим о вырезанном контенте Метро 2033, то о чем вы не знали 12 лет, и что могло попасть в первое метро, но было вырезано. Ранее я уже снимал похожие ролики о вырезанных репликах, о пасхалке на Алину Кабаеву и истории разработки метро. Сегодня же вас ожидает еще больше невиданного ранее контента. Итак, поехали! Игра начинается с того, что повествование забегает вперед и показывает, как Артем и Мельник уже после посещения Д6 пытаются добраться до Останкина. Такой пролог был придуман на позднем этапе разработки. Изначально игра просто начиналась на ВДНХ. Во-первых, это можно понять по нумерации уровней. Пролог находится на месте уровня 37, который как раз таки пропущен в нумерации. А во-вторых, часть уровня попросту недоступна игроку. В самом низу все это время находился путь монорельса, ведущий из Д6. Однако после того, как уровень был превращен в пролог, его решили начать сразу со сцены на лестнице. Изначально же уровень начинался в вагоне. Мы доезжали в нем до обвала туннеля, который находился как раз рядом с перроном. Поэтому мы покидали вагон и поднимались по лестнице. В принципе, из-за того, что начало уровня вырезали, мы ничего не потеряли. Как вы помните, в Metro Last Light у игрока появилась возможность управлять Региной. В то время, как в первой части мы всегда выступаем в роли пассажира. Оказывается, так было не всегда. На этапе разработки еще в первом метро планировалось позволить игроку управлять дрезиной. Товарищ пират обнаружил анимацию управления дрезиной главным героем. Давайте вспомним, где же встречается дрезина. Но, конечно же, во время первой поездки с ВДНХ. И нам повезло. В сети имеется скриншот с ранней версией уровня. На котором, рядом с Женькой и дедом, в воздухе беспалевно висят руки главного героя. В том самом положении для качания дрезины. То есть, по изначальной задумке в этом моменте, не было никакого попутчика. И дрезину игрок качал самостоятельно. Это соотносится и с тем, что в литературном первоисточнике Артем тоже самостоятельно качает дрезину. И персонажа попутчика тоже нет. Видимо, разработчики не смогли совместить управление дрезиной и стрельбу по мутантам. Также вы могли заметить, что туннель с ВДНХ на скриншоте отличается от того, что в релизе. Дело в том, что это вообще другой туннель. Для раннего варианта использовали вот эту часть уровня, которую к релизу оградили. Кстати, часть объектов отсюда вырезали не до конца. Этот же туннель показан и в раннем трейлере. Уровень заброшенной туннели был сильно порезан. Прямо напротив входа в помещение с бандитами находится еще один проход. Изначально он не был завален, и за ним находится дверь. Здесь нас ожидает спуск вниз и растяжка. Далее идет развилка. Следующее помещение можно честно пройти насквозь, а можно прокраситься через вентиляционную шахту. Причем, если мы шумели, то враги забрасывали вентиляцию гранату. Если мы шли по обычным помещениям, то наш путь лежал через такую комнату. Выглядеть она должна была иначе. Сейчас здесь просто нет необходимых объектов. Например, под нашими ногами встречается растяжка, которая просто стоит в стороне. Значит, здесь должен был быть какой-то проход со стеной из условных ящиков. Далее мы проходим мимо шкафа, в котором спрятан скелет. Следующее помещение тоже не сохранилось в исходном виде, но, например, здесь лежит поддон, который скрипел и, соответственно, нас выдавал, если мы по нему проходили. Отсюда мы, наконец, попадали в финальное помещение – комнату с пленником. Последним препятствием на пути были разбросанные пищащие куклы. Если бы мы случайно на них наступили, то они бы запищали и на игрока обратили бы внимание. Возможно, эти коммуникации были еще обширнее, потому что вентиляция хоть и обрывается, но далее почему-то ведет прямо в финальную комнату. Возможно, по более ранней задумке мы могли пройти все комнаты по этой вентиляции. А еще за пределами помещений можно найти висящие в воздухе объекты. И, может быть, они остались от вырезанной комнаты. В любом случае, мы доходили до помещения, в котором держали хозяина каравана, на который напали бандиты. Именно этого персонажа обсуждают братки у костра. А что там за персонаж с тобой был? Хозяина каравана. Наш главный хочет за него выкуп. Тот же вес, но в патронах. Ничего себе. Ха. А я этому тюфеку просто глотку бы вскрыл. Ну? Главное, у нас же стратег, бля. А ты солдат. Связанный хозяин каравана сидел на стуле, а рядом плакала женщина. Конечно, этих несчастных мы могли спасти. А пока мы к ним подкрадывались, бандит и торговец разговаривали. И от этого разговора даже сохранились субтитры. И мы можем их просмотреть при помощи приложения Метроэкс. Слышь ты, Мурзилка, давай пиши. Я им фамилия. Подтверждаю, что со мной все в порядке. Меня взяли в плен, но обращаются со мной гостеприимно. Гостеприимно? Сукин ты сын. Чтобы я сам писал письмо с требованием о выкупе себя самого. А что сделать, если я писать не умею? Выкручивайся, жердяй. Ни пули за меня не получите. Зато ты сейчас пулю зубами схватишь. Самоделкин несчастный. Ну да. Зачем вам труп? Не посмеешь. Но покалечить имею право. Будешь свиньей на протезе, понял меня? Забудь об этом. Стреляй. Нет, будьте прокляты. Думаю, вам интересно, о какой еще свинье на протезе идет речь. А это отсылка на другую бандитскую реплику, записанную для этого уровня. Короче, слушай тему. Прихожу я к своему старику, а у него дома свинья с протезом вместо ноги. Я говорю, слушай, что за тема? Она с фронта пришла, что ли? С Ганзой воевала. А он мне, а что мне ее резать всю из одной отбивной, что ли? Блин, так не смешно же. После своего спасения торговец нас благодарил. Спасибо, мужик. Может, доведешь доброе дело до конца, а? Вытащи меня отсюда, и я тебе скажу спасибо. Спасибо тебе. Я-то думал, все, кранты. На, держи. Будешь на базаре, спроси Леху Бородина. Его бороду еще зовут. Дашь ему записку, скажешь, не все часы идут верно. Он все поймет. Отсюда я до Рижской сам доковыляю. Удачи. Кстати, в файлах сохранилась одна озвученная реплика торговца. Будьте прокляты. То есть, мы могли не просто спасти торговца, но, видимо, и проводить его из туннелей. А до перехода на Рижскую он уже шел сам. По сути, речь идет о тех самых дополнительных квестах, про которые разработчики говорили в интервью. Как видите, они действительно разрабатывали побочные задания. И тут интересно вспомнить, что частично эта идея была воссоздана в Ласт Лайте, в котором в туннеле с бандитами мы можем отвлечься от выполнения основного задания и пойти спасти девушку. Но на спасении весь интерактив закончится. А вот в Метро 2033 после спасения торговца мы выполняли полноценное побочное задание и даже получали записку для Бороды, который есть в релизе. Вот он! Этот персонаж, который сидит у генератора, имеет техническое имя Борода. Субтитры разговора с ним также сохранились. Какого хрена тебе надо? По пятницам не подаю. Да, я Борода. Что за бумага? От Вовы? Ладно, давай сюда. Обратите внимание, что все это является одной репликой. То есть, хоть в этом месте и предполагался диалог, однако наш Артем, как и в релизе, был нем. С другой стороны, создается впечатление, что это уже поздний вариант реплики, ведь в ней не упоминается секретная фраза, про которую говорил торговец Вова. Кто знает, может быть даже предполагалось, что на экране появится возможность выбрать реплику. Впрочем, это только предположение, потому что похожие моменты есть в релизе. Сохранились и другие реплики Бороды. Черт, это просто грабеж какой-то. Я вам столько никогда не платил. Ладно, потом слова на сниму. На, держи, спасибо. Что теперь-то? Еще одно письмо. Хе. Судя по смешку в конце, второй записки в игре все же не было. И это просто реплика на тот случай, если игрок повторно подходил к Бороде. Еще с Бородой в релизе связана приколюха. Он курит рядом со знаком не курить. И в редакции этот момент был убран. Вообще, в идеале, в редакции могли бы как раз восстановить хотя бы первую часть туннелей, просто со спасением торговца. Но нет. Вместо этого, геометрия данных проходов была использована в Ласт Лайте, в DLC Павел. Можете сравнить сами. Это еще не все. В самом конце уровня заброшенной туннели имеется еще одна неиспользуемая часть уровня. То есть, весь уровень был еще длиннее, но его сократили. Возможно, изначально миссии заброшенные туннели и мост были одним целым. И данные помещения как раз находились на стыке. Тогда получается еще забавнее, потому что в редакции уровни туннелей и мост действительно объединили. Только без этих комнат. И, кстати, в этих помещениях тоже не хватает объектов, например, шкафов. Дело в том, что имеется скриншот этой комнаты в игровом редакторе. И мы можем провести сравнение. Кстати, с этого ракурса как раз не видно, что вот здесь нет стены. А все потому, что здесь и находился вход в комнату. Ну и в целом, эти пространства выглядят хорошо. Так что даже жалко, что разработчики решили их отсюда убрать. Видимо, они решили, что уровень затянулся. Ну или не успевали отполировать эту часть. И последнее, о чем я вам сегодня расскажу, это круговое меню выбора оружия. Да, оно есть в игре. Опять-таки, как остаток вырезни. Создано оно было для Иксбокса, на котором игра также вышла. Однако, почему-то на релизе в консольной версии такое же меню, как и на ПК. Сохранились и упоминания возможности выбирать тип инвентаря. И на этом далеко не весь вырезанный контент, о котором я хочу вам рассказать. Так что ждите следующих роликов. Большое спасибо товарищу Пирату, который и нашел практически все находки из этого выпуска. А также большое спасибо iOrange, создателю MetroX, и Мадере, чей редактор также применялся при создании ролика. А вам спасибо за просмотр, комментарий и донат. Если вам нужно больше ванделейства, то в описании ссылки на группу ВКонтакте и Дискорд сервер. Заглядывайте. А ролик на этом подошел к концу. Всем удачи и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok